Как вы понимаете, это не единственный способ нетрадиционного применения антицеллюлитного геля Thermo Intensive. Сейчас я вам расскажу, как можно с успехом применять этот препарат не по назначению. Способ первый. Так как мы начали со спорта, то им и продолжим. Например, нужно разогреть мышцы перед интенсивной физической нагрузкой. Можно нанести антицеллюлитный гель на очищенную кожу. Если, например, перед физическими нагрузками спортсмену делает массаж, массажист. Они любят использовать тоже разогревающие рефлекторного действия препараты, обычно содержащие пчелиный или змеиный яд для этой цели. И с тем же успехом можно использовать антицеллюлитный гель, дающий длительный интенсивный комфортный разогрев, но при этом не имеющий неприятного запаха. Способ второй. Если в результате каких-то физических упражнений или просто случайно какая-то была травма или уши небольшая, без повреждения кожных покровов, разумеется, потому что на повреждённую кожу вам носить нельзя, ну, допустим, какое-то растяжение, то мы можем взять немножечко антицеллюлитного геля, можем нанести, например, на растянутую запястье и, допустим, обернуть чем-то тёплым на какое-то время. Тоже снимет отёк, снимет боль. И таким образом можно делать такие как бы обёртывания, например, коленного сустава, можно наносить на лучше запястный сустав, как правило, да, или какие-то, например, в области какого-то растяжения ушиба, да, голеностоп и так далее. Следующий вариант, да, третий, это когда простудное заболевание. И опять-таки нужны какие-то термические воздействия, когда нет температуры, разумеется, высокой, да, когда нужно согреть, например, стопу, рефлекторные воздействия, да, на стопу, учитывая то, что там очень много рефлексогенных точек, зон находится, отвечающих в том числе вздыхательную систему, как раз очень хорошо использовать разогрев ещё со времён, кажется, при царе-горохе, когда сыпали горчицу в носки, парили ножки, да, даже детям, вот, естественно, совсем маленьким детям не надо наносить такие средства, вот, но, в общем, это оправдано, поэтому для этого мы берём, опять-таки, можем попарить ноги, нанести антицеллюлитный гель на стопу, не забывая проработать каждый пальчик, то, что там находятся, опять-таки, вот эти вот рефлексогенные точки акупунктурные, саму стопу проработать и надеть тёплые носочки, лечь спать, в кроватку, бай-бай. Вот, следующий вариант, если нам нужно, например, прогреть область грудной клетки или спину, тоже можем нанести в случае, например, каких-то, опять-таки, простудных заболеваний, либо, если, например, миозит, так называемый прострел, бывает, что защемляются нервные окончания в области шеи и очень сильная болезненность интенсивная в области трапециевидных мышц, по задней поверхности шеи, и тогда мы тоже можем нанести антицеллюлитный гель, проработать хорошо мышцы вдоль позвоночника, промассировать, можем, здесь находятся рефлексогенные такие триггерные точки, так называемые утрапециевидные мышцы, можно посмотреть, где они находятся в каком-нибудь анатомическом атласе, и хорошенечко тоже нанести вот этот разогревающий гель на эту зону и добавить сухое тепло. Кроме того, разогрев зоны шеи, по задней поверхности шеи, он очень хорошо помогает, опять-таки, за счет рефлекторного действия, такого отвлекающего, может быть, когда головная боль, то есть, если болит голова, помогает массаж в этой зоне очень часто, и особенно, если добавить туда вот это комфортное, длительное, сухое тепло. Антицеллюлитный гель разогревающий можно использовать просто, когда у вас мерзнут ноги, либо батареи плохо топят, либо вам нужно идти в ненастную погоду встречать своего родственника, ребенка, например, на автобусную остановку ждать долго, и вы понимаете, что ноги будут мерзнуть, вы можете нанести этот разогревающий гель на стопу, на область икроножных мышц, и какое-то время он будет помогать сохранить тепло. Вот такие вот способы применения, как говорят врачи, off-label, то есть не по назначению, существуют у этого интересного средства. Мы с большим удовольствием узнаем от вас, если вы напишите в комментариях, какие, может быть, еще у вас есть идеи применения этого антицеллюлитного геля, не по назначению. И, в общем, подписывайтесь на наш канал, и будем очень рады, если наши лайфхаки будут вам полезны.